Улица Локтионова одна из городских многолюдных. Люди спешат в ближайшие учреждения здравоохранения, выбирая в качестве средства для передвижения либо общественный транспорт, либо личный. Из-за такой высокой активности участки дорог на въезде и парковочные места рядом требовали серьезной реновации. И их время пришло. Производится снятие с асфальтированного покрытия. Будем производить снятие еще на одном участке перекресток Стофеева-Московская. Там такой сложный участок. Также будем асфальтировать еще две парковки, которые ближе к шестой поликлинике. Там состояние такое у них тоже не очень. Делаем основание из асфальта гранулята, уплотним. Наверх будет укладываться этот новый асфальтобетон. Улица Локтионова далеко не первая в списке тех, за которые основательно взялись специалисты Брестского ДЭП. За первое полугодие они успели привести в порядок ряд дорожных артерий. В их числе улица Кижеватова, Красногвардейская, лейтенанта Рябцева, Гродненская и Героев обороны Брестской крепости. На первое полугодие текущего года для ремонта дорожных покрытий, именно в первую очередь для замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, Горисполковым было выделено 2 миллиона рублей. По состоянию на сегодняшний день, по итогам полугодия, все эти средства освоены. Ну, все, наверное, видят, где были отремонтированы улицы. На самом деле это очень большой был выполнен объем работ. Ну и стоимость, говорит сама за себя, это все стоило 2 миллиона рублей. В планах на ближайшее время завершить ремонт дорог и парковок на улице Локтионова. Параллельно специалистами Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия начали работы и на других участках областного центра. Уже начали и ведутся работы по ремонту Варшавского шоссе. От Кольца до улицы Махновича. На данном участке будут выполнены работы по устройству защитного слоя Сларисил. В настоящее время ведутся подготовительные работы. После окончания работ на данной улице мы на следующей неделе также планируем приступить к улице 28 июля. На улице 28 июля планируется выполнить работы по частичной замене асфальтобетонного покрытия в наиболее разрушенных участках и ямочный ремонт большими картами. Но на этом, как уверяют специалисты, ремонтной работы не закончатся. Пока позволяют погодные условия, деятельность при инновации будет продолжаться. И совсем скоро жители областного центра смогут по достоинству оценить преимущества обновленного дорожного полотна.